И об этом тоже нужно говорить. Несколько месяцев на всех эфирах, в наших с вами беседах, я всегда говорил, что военные на таком своем профессиональном уровне, ну, в частности, Милли, наверное, видимо, не видимо, а точно с Герасиевым, а Остин Шойгу довольно определенно высказались по поводу этого ядерного шантажа. Продолжается этот шантаж с 2008 года, это доктрина Патрушева Путина. Основная идея в том, что да, мы уступаем Западу на конвенциональном уровне, Путин признался об этом лично, помните, на пресс-конференции после встречи с Макроном Петровым, но у нас там есть ядерное оружие, и тут-то мы Запад переиграем, потому что, когда мы, отступая, скажем, ощутив его конвенциональное превосходство, выдвинем ультиматум, что вот мы готовы применить тактическое ядерное оружие, враг испугается, дрогнет и отступит. Ну, этот шантаж приносил успехи большие, Украину не приедли в НАТО, не было реакции на войну в Грузии, на аннексию Крыма и так далее. Но, в конце концов, Запад последовательно собрался, мы это отслеживали годами, и на наших передачах создал новый вид ядерного оружия тактический, они перенасластили свои подводные лодки Огайо, две статаридического оружия на маленькие боеголовки, там около пяти килотонн, как раз для обмена тактическими ударами, разработали свою доктрину ответа на российскую знаменитую стратегию деэскалация через ядерную эскалацию, это так у них называлось, вот, на Фронзенской набережной. И, соответственно, предупредили, что в случае использования тактического ядерного оружия мы не капитулируем, мы ответим, причем с сокрушительным ударом по России, и в том числе он коснется и лично Владимира Владимировича Путина. Ну, собственно, первым это сделал Боя Джонсон, как вы помните, еще в марте. Он опередил немножко американцев и заставил их присоединиться к тому же месседжу. Он напомнил, что Великобритания ядерная держава, и в ответ на удары ядерного оружия по Украине, ведь они ответят. Но это никогда не было сделано с такой точностью, сфокусированной. Это предупреждение, как сделал Селливан, и я добавлю еще Блинкин. А в один и тот же день, в воскресенье, в прайм-тайм выпустились фактически одним и тем же тезисом и Селливана и Блинкин, это было сознательно как раз показать, что теперь в администрации нет никаких дискуссий по этому вопросу. Вот вам Блинкин, лидер условной фракции ястребов, вот вам Селливан, который все время подыгрывал как бог. Но вы помните основной, основная дискуссия такая, когда Остин и Блинкин формулировали цель, наша цель войны и победа, цель Соединенных Штатов – победа Украины и полное восстановление через реальные ценности. Ведь как его всегда Селливан поправлял, вернее, свою интерпретацию предлагал, наша цель – не допустить поражения Украине. Но это очень разные вещи. И они сказали в совершенно разных решениях по поводу предоставления оружия. Вот на этот раз администрация продемонстрировала полнейшее единство. Ну и было небольшое стилистическое и лингвистическое различие. Селливан обещал, что в случае с поздним деянием оружия для России последствий катастрофические последствия. Неприятное ощущение какого-то тотального поражения. Збройные силы Украины записали відео зі звільненої Новоселівки у Донецькой області. Будь ласка. Даю здоровье, шановне Украине. Сьогодні Збройные силы, 81-я бригада, спільно с НГУ, ввольнили населений пункт Новоселівка. Слава 81-й бригаде, слава НГУ, слава воинам, які положили голову за родную землю. И слава Украине! Героям слава! И за ночи, и за ранки, за кожен тревожный ранок, за харки, вечерь, пани, за ОДАСу, маму, вся рівня и с долбунь. От, знаєте, звичайно, так від нашої влади військової, від залужного, немає якихось там, от завтра ми будемо так, післязавтра так. Всі тихо сидять, і кожного дня, як ведучий, показую оці кадри. Ще одне село, ще один маленький населений пункт, ще одне, ще один. Він же не арестовить, щоб анонсувати все це. Він зробив, показав. І, в принципі, з точки зору воєнної тактики, ну, навіщо, казати, куди завтра підуть Збройні сили України. Все ж дивляться. Ну, треба ж оптимізм, так, значить, впроваджувати. А по постфактум, ось вам і оптимізм. По постфактум, оптимізм, так. Як вам воюють наша українська армія? Ну, власне, українська армія показує дива, і це визнають в усьому світі. Ну, операція, яка була на Харківщині, вона війде у підручники військової справи. Це вже просто, ну, відкрито говорять воєнні експерти з різних країн. Ну, і зараз, ясна річ, що йде новий напрямок, який степ-бай-степ, крок за кроком виконують завдання для того, щоб, це ж не просто село, це рух в бік Лимана там. Так. До речі, кажуть, що у росіян у Лимані не дуже хороша ситуація. А це стратегічне місце, тому що це єдиний, одна із доріг, яка, по якій, ну, в певне місце, де зосереджені російські угрупування, веде єдина дорога, зв'язок для постачання їжі, боєві запасів, ну, і всього, що... О, давайте, до речі, подивимось зараз, подивіться, будь ласка, на екран, у нас є фотографія, відповідна тому, що ви зараз сказали, покажіть, будь ласка, це номер три. Ще одна загадка, будь ласка, прочитайте, що ви бачите, як у дитячому журналі, знаєте, от коли ми діти були, пам'ятаєте, були такі загадки, щоб ми здогадались. І ви, шановні глядачі, що це означає? Ну, це означає, що для російських військ не дуже хороші новини. А там подивимось. Але він не вгадав, розумієте, він не сказав, що це ребус. Шановні друзі, ну, лиману котлі. Когось будуть смажити. Так, так, когось будуть смажити. І, до речі, бачите, чавун такий, ну, такий серйозний, знаєте, для гострищини, якась там німецька кастрюлька, така, малесенька. Ну, так, буде козацький куліш. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Дякую за перегляд!